А, кстати, я смотрю вот на это ведро из-под KFC, которое подарочное. Из-под KFC? Ну, подарочное, железное. Да-да-да, юбилейное. Значит, был я тут в кинотеатре, и обычно беру попкорн. Просто вот. Никакой не премиумный, просто. Можно мне среднее, значит... Без соли даже, пожалуйста. Средней прожарки. Среднее вот это ведро попкорна. Нет, даже не жарьте. Не жалите, не надо. Просто-просто. Просто пшена насыпьте мне. Я буду клевать. Вот. И мне реально выносят вот такое жестяное ведро. Я не шучу. Жестяное ведро. И там написано Виктор Зуев. Я такой, что это? Я его вернуть потом должен, что ли? Железное ведро. Она такая, да не-не. Да, она мне всралась. Да-да-да. Делайте с ним, что хотите. Просто вот у нас. Просто лев валялось. Да мы из него пол моем. Просто у нас какая-то там акция и прочее. Прям вот так. Я сижу с этим ведром. Оно с ручкой, чтобы греметь еще в кинозале. Ты привез его показать? Вот. Я не помню, с ручкой оно или нет. По-моему, без. Но само по себе это ведро. И вот заканчивается сеанс. Я сижу с этим ведром. Я понимаю, что я не хочу с этим расставаться. Как пивную банку смял. Нет, я уже представляю себе, как оно просто стоит у меня, значит, на столе. Я тут бумажки кидаю. Или на дачу, понимаешь? Я уже стал думать уже вот в таком уже возрасте. Для отработанного масла. Или просто там что-нибудь посадить в него. Я потом понял, что я буду ехать с этим. Оно реально вот такое. Слить бензин с косилки. Оно пятилитровое, натуральное ведро. То есть, я понимаю, что с ним мне ехать, я никуда его не положу. Его не положить ни в рюкзак, ни в карман. И я понимаю, что мне дальше еще откуда-то идти. Я буду вот так вот с ведром ходить, как сумасшедший. Вот как это, как дама с поленом из Тинпикса. Я понимаю, что придется с ним расстаться, да. И я оторвал от сердца, я его выкинул. Но вот я не знаю, что это была за акция, почему раздавали железные ведра. Да в смысле, потому что они не стоят ничего. Поэтому раздавали. Ну, оно покрашено было прикольно и весело. Я не знал, что, оказывается, жестяные ведра стоят копейки. Надо же. Ты с пустым ходил по улице? Не успел. Ты приближался к кому-нибудь с этим ведром без контента? Нет, я уже в здании кинотеатра с ним расстался. Потому что понял, что да, я далеко с ним. Но ты доел из него весь пупкорб? Нет, кстати, не весь. Ну, нормально. Значит, ты ни на кого не навлек. Беду. Ничего нехорошее. А, ты мечтал, что пустое ведро. Конечно. Это же какая-то история. Это рабочая фигня. Рабочая фигня. Нельзя с пустым ведром. Безответственно так разгуливать с пустыми ведрами. По кинотеатрам тем более. Я вообще сказал, ведрами разбрасываться вообще. Что это такое вообще? Объявление. Знаешь, прокляну вашу семью, Виктор, с ведром. Знаешь, есть игра с бей ведро. Мы могли бы с тобой уже играть, имея два ведра, в принципе. Знаешь, выстраиваешь городок из ведер, и последним ведром с 10 метров. И чтобы так прямо так... Ну, грохот, естественно. Грохот. Это в подъезде надо делать. Причем в 3 часа ночи. В 3 часа ночи, да. Добрый тур, друзья. Это подкаст от родительной мужики на DishGestinMan.com. Выпуск 225. Здесь, в этой студии, Александр Ючко. Здравствуйте. Викторович Зуев. Всем привет. Меня зовут Петр Сальников. Мы сегодня обсудим всякое. Кстати говоря, долгожданная видеоверсия. Наконец. Да, у нас предыдущий выпуск состоялся в аудио-формате. Наконец-то у нас зарядились камеры. В формате, да. А теперь, наконец-то, видео. Поговорим о причинах такой красоты. Чуть позже. Коудскулу. Ну, конечно, прям возврата. Виктор сейчас закоммитится. Потом будут спрашивать, и где вернулся. Где возврата. Раз в год, вот это, еженедельный подкаст. Ничего страшного. Нормально. Да, сегодня мы говорим про сериал The Last of Us. Мы чуть-чуть коснулись этой темы в прошлом эпизоде. Совсем чуть-чуть. Я думаю, будем еще говорить долго, потому что сейчас прошло пять серий. Одна из самых главных экранизаций в истории. Вообще. Все про нее пишут. Вообще. Невозможно ее ни смотреть, и ни говорить о ней тоже невозможно. А я умудрился. Я прям... Тогда будешь молчать. Я прям между струек. Я прям уворачиваюсь. Ладно, мы тебе все сегодня расскажем. Да-да-да. Сегодня на момент записи этого эпизода вышло пять серий, поэтому сразу предупреждаю, что мы не анализируем весь, так сказать, продукт. Но пять серий — это уже за экватором. Нормально. Сколько там всего? Десяточка или восемь? Восемь, мне кажется. Или девять. Ну, какой-то стандарт. Восемь, наверное. Не десять. Обычно. Неважно, короче. Половина. Половина. Также обсудим Шпилева, которому предавался ты, предавался я. Да. И не предавался. Снова мимо. Нет, чему-то я предавался. Чему же ты предавался? Слушай, сейчас... Ведром? Нет, уже кроме ведер, да. Шпилил ведро. Шпилил ведро, да. А какой ночной горшок мог получиться? Знаешь, когда он мне вручал это ведро... Ты упустил столько возможностей. Знаешь, что он мне сказал, когда он мне ведро это вручал? Такой, имейте в виду, оно... Осторожнее с этим. Нет, нет, нет. Оно вакуумное в том плане, что оно не пропускает. То есть это настоящее. То есть он прям мне сразу его ТТХ прям описал. Да, то есть можно жидкость там содержать какую-то. Да, 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 он не будет проливаться. То есть это не фейковое ведро, это настоящее типа прям... Виктору подарили настоящее ведро. Он, я слышал, локти кусает. Он буквально на ваших ушах. Я еще раз туда пойду и скажу, еще раз мне ведро. Верните меня, я тут у вас выкинул ведро. Нет, нет, подожди. Не выкинул, не выкинул. Забыл. Лостон Фаун сажал. Я забыл, забыл. А на меня продается попкорн. В смысле, какие железные ведра? Попкорн в железных ведрах? Вы что, ебанутые, что ли? Где такое видано? Тебе приснилось, чувак? Никто приснилось ведро. Я реально смотрю, потому что вот Петя у тебя стоит вот ровно такой же, да. Это оно же. Я заберу его, короче. Оно тебе исчезнет сегодня. Рекламная пауза. Партнеры этого эпизода — Строки, сервис для читающих людей. В мобильном приложении доступны тонны книг и журналов, подкастов и аудиокниг. Среди них как произведения от популярных авторов, таких как «Мы с тобой», так и «Любимая классика» и обязательно эксклюзивы от издательств. Ты вот любишь эксклюзивы, я знаю. А ты вообще, Виктор Викторович, какую-нибудь классику или бестселлер? Ну, помимо эксклюзивов, ты что-то же должен читать. Прочитал или прослушал, может быть, вот недавно на каникулах новогодних? Или 14 февраля посвятил? Да, Хемингуэя читал. Что ты читал у Хемингуэя? По ком звонит колокол. О, первый раз? Первый раз, кстати. Про испанскую гражданскую войну. И такой, да господи, ведь Хемингуэй же написал. О чем я думаю? А я прямо искал литературку. Я потом вспомнил, да блин, там же участник, можно сказать, событий. Известный писатель американский, все написал. Я такой, вот, отлично, давай почитаю. И читал с телефончика, кстати, да. Вот, интересно. За вами не замечено? Не замечено, но подумал, что пока закажут, пока привезут, а зачесалось, что называется. И я прям, да, с телефончика читал. Вот. Но я не любитель читать с телефончика. Это как бы известный факт. Вот. Но ты в какой-то момент должен решить. Ты хочешь вот типа капризничать и получить бумагу по почте? Или ты хочешь прочитать это дерьмо, и вот оно лежит? Ну, в принципе, то же самое же, да? Слушай, всегда же еще есть вот эта вот борба между желанием тактильных ощущений от книги приятных, и потом нежелание хранить огромное количество макулатуры и разбивать ноги, потому что она у тебя стоит с топками по углам квартиры. И также еще нежелание покупать покетбук какой-то, который превратится в марлю через месяц. Ну, типа того. Не будет долго красиво стоять. Красиво стоять. That's what she said. Извините. Офис. Короче, про книги есть история такая. Реально. Выхожу в подъезд. История про книги. И вижу выброшенные книги. Они не выброшенные. Они не выброшенные. Они вынесенные. Да, но на самом деле, тут такой очень тонкий момент. По большому счету, конечно же, выброшенные. Но человек только подумал, на самом деле, вот здесь вот, мне кажется, что им движет не просветительская цель, а на самом деле избавиться от хлама, в первую очередь, но как-то благородно. Да. Но, по сути, засирает подъезд ведь сволочь, да? Ну, нет. Донцовый. Ну, подожди, подожди. Я как-то выхожу, реально лежит, значит, несколько стопок Донцовый. И я думаю, ах ты сволочь. Ну, ты правда думаешь, что это кому-то очень сильно надо. Это ужасно, да. Причем, знаешь, вот именно как ты говоришь, это мягко обложишь. Это лещо-черно. Да, да. Когда, знаешь, видно, что страницы оттуда торчат, знаешь, когда, ну, они же высыпаются из этих, они же склеены там реально мочой. Вот. Да, да. Скорее всего, ты прав. Я не проверял. То есть эти книги, они рассыпаются у тебя во время чтения прямо, да. Да, и вот видно, что вот таких вот лежит несколько стопок. Ты думаешь, такой, просто не донес до помойки же, да. Да. Вот положил... Тяжело было. Положил с барского... На первом этаже, наверное, живешь. С барского плеча положил, короче, вот эту говнину. Я против реально вот такого загаживания подъезда, потому что очень часто там книги лежат, ну, реально просто вот не донес до помойки, называется. Так вот я про то хотел рассказать, что когда ты видишь книги и хочется, ну, спасать царян, потому что выбрасывать, совсем выбрасывать жалко, тащить домой и хранить эту макулатуру дома не очень хочется. И вот здесь огромная дилемма, типа, если ты все-таки любишь бумажные книги читать, то что ты потом с ними будешь делать? Ну, все идет к тому, чтобы человек повседневно таскал все меньше и меньше лишней херни с собой. Естественно. Вот. И книга любых размеров предполагает, ну, как минимум, большой карман, а это будет неудобно, будет как будто у тебя там, я не знаю, что-то, кирпич лежит, либо какую-то сумку, а это уже сумка, это уже просто совсем другой жанр дня, на самом деле. Да. Ну, знаете, есть книги, например, вообще нетранспортабельны в принципе, я сейчас не говорю о каких-то подарочных изданиях. Купали вообще, мне кажется, я не знаю, для кого вот это нужно. Я сейчас не говорю о подарочных изданиях. Ведьмак. Альманахи там какие-то. Да это не будет читать даже человек, которому ты это подарил. Который написал это, он не будет читать. Вот здесь надо подписку, мне кажется, вручать человеку, читай всего вот это все. Нет, я сейчас говорю о вполне себе. Смесь льда и пламени, что ты там делаешь? Любишь, блядь. Смесь. Что там у вас? Взвесь. Читай, блядь. Есть маза перестать вот так читать обычные книги, не коллекционные, не подарочные, если вы слушаете аудиокниги. Какого черта? Не надо сейчас рассказывать, что совсем другое восприятие информации и вообще все мимо ушей. Да ты когда читаешь, честно говоря, сколько раз ты страницу назад перелистываешь, а? Поговори сюда ты. Главное отключать на самом деле всякие уведомления. Подкасты слушают внимательно, как практика показала, да? Серьезная, серьезная десятилетняя практика показала, что они слушают подкасты внимательно, запоминают, припоминают через много лет. Пишут в комментариях, ссылаются, понимаешь? Да, да, да. Ты уже забыл, что ты говорил. Значит, и аудиокниги живы как формат. Мы доказали это. Да? Абсолютно. Да. Аудиокниги, кстати, это прям вообще хорошо. Так что не надо, мне кажется, испытывать какие-то аллергические... Нет, нет, нет. В машине, в машине. Мне кажется, что люди, которые подкасты слушают в машине, они, мне кажется, все слушают в машине. В том числе. В том числе. Вот как ты считаешь, тебя слушали в машине когда-нибудь? Сто процентов наши шутки про пересечение. Нет, но я имею в виду, что ты же имеешь опыт в качестве аудиокнижного диктора. Аудиокнижного диктора, кстати, да. Вообще-то. Небольшой... Забыл? Небольшой у меня опыт, да, у тебя-то побольше. Небольшой есть тоже. Но рассказывали много раз. Вот, да, да, да. Я думаю, что сто процентов. Мне кажется, сто машин — это одно из средств прослушивания. Многого. Многого, на самом деле. Сколько новой музыки я открыл. Да, да, да. Потому что ты заперт в коробке, да, и стоишь в пробке. Единственное, что у тебя свободно. Заперт в коробке, стоишь в пробке. Относительно свободно. И слушаешь все, что угодно. Да. Я даже ютюбные ролики не смотрю, а скорее слушаю. Так вот, в строках есть книга в моей начитке. Это «Играя не по правилам». Реджи Фис и Мэ. Мы о ней тоже кратко разговаривали. Нинтендо. Нинтендо. Есть книги в озвучке, в том числе, Виктора Зуева. Вот, например, «Кровь, пот и пиксели». Ты же принимал участие. Принимал участие, да. Там как-то написано. Нет, там один из. Указано в титрах один из. Виктор Абрамович Зуев. Я вот не знал, что ты Абрамович. Ну вот, видишь, блин, вот так вот. Вскрыли, конечно, историю. И сейчас ты, Виктор Абрамович, сейчас еще что-то озвучивает, я так понимаю. Виктор Абрамович, да, озвучивает, но уже там для себя. Как-то для себя. Ну, не для себя, но как бы в личных целях. Да, озвучиваю книжку по Вахе. Вот. Ну так просто вот. Что это значит? Чтобы потом самому слушать или что-то? По минутке записываешь это. Идеи для личной книги по Вахе. Идея первая. Идея романа по Вахе. Купить ведро. С вот такими стенками. Аудио. Аудио. И сделать из него шлем Space Marine. Виктор Абрамович. Реально, ты избавишься от этого ведра. Я себе не представляю. Сколько вообще ты... Да все. Лишился каких возможностей? Можно делать все, что угодно. Магический артефакт, понимаешь? Шлем. Заколдованный. Шлем-тотем. Это был он. И где он? Иди его ищи. Так. Книга по Вахе. Да. Извините. Капуста. Виктор Абрамович. Да. Это такая, получается, такая история для моего бусти. Короче. Закрытая абсолютно. Да. Заодно и на бусти Виктор Зуева подписывайтесь. Хорошая сегодня интеграция. Да, 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 да. Да. Что можно сказать? Вместе со строками работаем для вас, друзья. Вашу премьеру ждем тоже, Виктор Абрамович. Да поэтому там, Виктор Абрамович, чтобы здесь выпуститься, как Виктор Викторович. А вот так вот, смотри. Интересно. Хитрю. Хитрю. Просто ты сегодня хитришь весь. Хитрю. Мы еще ничего не записали. Ты уже нахитрил. На ведро. С три ведра. Выбирайте подписку, которая подходит именно вам, если читаете чуть-чуть, много, больше всех. Или хотите покупать поштучно, когда есть какой-то своеобразный запрос. А по промокоду в описании этого выпуска вы получите 30 дней подписки. Много. Бесплатно. Загружайте приложение по ссылке в описании. Читайте, угорайте, слушайте. А мы погнали дальше. Сначала надо дослушать этот выпуск, потом слушать строки. Сериал The Last of Us. Да. Да. А то такие обсудили. Почему ты его не посмотрел? Смотри, у меня будет сейчас очень странная претензия, но мне кажется, не только у меня оттого. Ты ответил просто коротко. Нет, это не коротко будет. Так что ставьте плюс, что называется, у кого такая же проблема. У меня есть большая претензия к современным сериалам, ко многим. Из-за хронометража. Не-не-не, подожди. Хронометража. Серии по час двадцать. Они не все там такие. Ну, вот то, что я начинал смотреть. Я смотрю час двадцать. И остальные примерно то же самое, на самом деле. Не сорок минут. Есть и сорок минут. Вампиры средней полосы, которые... Я понял. Не подготовленный. Сейчас, подожди. Вампиры средней полосы, которые тоже смотрел, там тоже серии по час пятнадцать. Сейчас офис достаем опять из штанов. Вот. И вот это стремление делать полуметражные фильмы, оно меня немножко смущает, потому что обычная традиция две серии перед сном превращается в какой-то ебаный челлендж. Какая разница? Смотришь одну серию перед сном. Ну, ты просто... Потом ты будешь и пересматривать. Ты просто не понимаешь, как важно посмотреть именно две серии. Две серии или хотя бы... Да не спится без этого. Одну даже серию. Одним глазом одну. Подожди. Одну даже серию час двадцать досмотреть до конца, потому что, естественно, ты уснешь на середине. Так ты не начинаешь смотреть не в два часа ночи. Я не понимаю, что... Короче, у меня так, вот, и на следующий день я все равно буду ее пересматривать. Что ты утром делаешь? Подкасты что-то записываешь? То есть это будет... Утром не могу смотреть сериалы. Короче, это будет зацикленная история. Первую серию пересматривать по несколько раз. Как ты смотришь сериалы? Ты не можешь смотреть за завтраком? А как ты смотришь вампиров, если они тоже по-чем... Я смотрел реально... Ты делаешь себе... До пяти утра я, блядь, смотрел вампиры. Роллы, да, горячие. До пяти утра. Я такой, когда же ты кончишься, сука ты ебаная? Тебя не захватывает просто и все. Нет, нет, меня захватывает, мне хочется подспарить дальше, а она все идет, 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 идет. Я такой, да хватит, вы уже тут навешиваете другую другую. Слушай, мне кажется, это вообще не история про Last of Us, потому что там ничего нигде не происходит, кроме третьей серии, наверное. Ну, короче, каждая... Не надо обижать третью серию. Она тебя захватывает. Пока что это было лучшее, что вообще было из пяти. Я не знаю, можно ли говорить на русском языке в подкасте о таких вещах. Снова до пяти утра, да? Да, две серии, два часа сорок минут. Потрясающе. Ну, короче, ладно, я выделю специально время и сяду смотреть Last of Us. Пожалуйста. Давайте долго обсудим, как лифт не смотрит Last of Us. Отлично. Все, обсудили. Разбор, почему не смотрят. Но у меня никаких других предубеждений нет, если что. Хорошо. Я хочу смотреть, но при этом Last of Us я проходила. Время надо найти. Давай. Третья серия. Топ. Топовая серия. Топовая серия по порядку причин. Две есть причины, на самом деле, свежо. Вот, на фоне всего, что мы увидели в первой и второй. Третья серия, ты знаешь, о чем речь? Конечно, я знаю все, да. Смотрите, серьезно. Значит, первая и вторая серия, как бы, что у нас получается? Погружение. Кадр в кадр, да? Ну, по большому счету, да? Третья серия прям такой радикальный. За кадр. Радикальное отступление, да, в за кадр. За кадр. За кадр. Что такое? Что вас смущает, Петр Алексеевич? Я не могу понять. Третья серия обсуждается. Лучшая серия, лучшая серия. Видишь, смешная. Смешная. Про пацанов. Два раза пересматривал, да, Петр? Я пересматривал два раза. Я просто сначала смотрел первый. Я первый раз смотрел сам это. Не перематывая. А второй раз. Мужиков, мужиков посадил. Парням показал снах. Мужиков посадил с подъезда такой. Сейчас я про зомби покажу. Охуенно. Доставщик пиццы пришел. И, короче, говорю, сядь, сядь рядом, посмотри. Давайте, давайте. Не, не, мужиков реально из гаража. Вы знаете, что-то всех посадил. Сейчас чуваки тут такое, блядь, про зараженных сериал охуеть его. Прям наш год, наш год покажет 2023. С пивом все сидят такие сейчас. И дверь закрываешь изнутри. Да, да, начало такие. О-о-о. О-о-о. На пикапе. Да-да-да-да. Это еще, блядь. Потом такая молча, молча так все смотрят. Потом молча встают и уходят. Знаешь, такие, нет, не прощаюсь. Вот, лучшая серия. Лучшая серия, да. Сколько эмоций, да. Да, очень много. Все остальные. Ну, первые. Видели по игре. По игре. Первая серия, я так понял, что просто, да. Вторая, ну, типа понятно. Все, что те, кто играл, все видели все это, все знают. Они все такие. Четвертая. Там ничего нового нет. Кроме. Да-да-да. Подожди. Я тебе отвечаю. Да, кроме. Вот. Четвертая и пятая. Ну, в общем, я не знаю. Не знаю. Ну, типа я много смотрел сериалов про зомби и фильмов про зомби тоже. Но это вообще никак не отличается уже ни от чего, ничем. Ну да. Вот и все. Икшон. Да. А третья серия войдет в историю, понимаешь. Слушай, ну она ради этого и сделала, скорее всего, чтобы войти в историю. В общем, еще интересный, понимаешь, интересный способ интерпретировать это, это мужчины на экране наконец-то не душат друг друга, понимаешь, не режут друг другу глотки, а любят друг друга. Ну, извините, да, но уже посмеялись. Поддушивают друг друга. Поддушивают, блядь. Ну ладно, нет. Шучки про душат друг друга. Но иногда и душат, конечно. Да, душат друг друга. Иногда и душат, да. Да, ну и что? Нет, подожди. Здесь вопрос. Типа, прекрасно, на мой взгляд. И это касается мира, оно не как снег на голову. Вот ты писал, что подожди, ты предложил подождать, давай я здесь подожду. Нет, просто ты перескакиваешь с одного на другое. Ничего не перескакиваешь, я три причины тебе называю. Я говорю, что серия отлично укладывается, и главное, что серия суперполезна для всего сериала. Да мы бы сами сыграли в такой серии. Да нужно сейчас и начать. Нужно сейчас и начать, давай уж. Я к тому, что сериал, как мы знаем, смотрит дохрена народу. Там третью, четвертую серию семь миллионов смотрят. Явно, что это не те люди, которые играли в игру и которые знают наизусть уже все похождения Джоэла и Элли. А новым зрителям явно нужно немножко больше, чем просто повествование о двух людях, которые идут сквозь апокалипсис, зомби-апокалипсис. Это видно, кстати, показывает, много внимания уделяется персонажам. Да, нет, это классно. И здесь вытащили сюжетную ветку из записки, которая существует в игре. Из повешенного человека. Да, ну в игре же существует линия... Оно есть, все так и есть. Нам просто показывают, как было. Возможно. Да, но это происходило под надзором Нила Дракмана, поэтому извините, пожалуйста. Наверное, он имеет право сделать так, да. Ну, то есть он, может быть, достал свои расширенные какие-то записи по этому эпизоду. По поводу зачем это... Не, подожди, и просто мне хочется сказать, что я на работе общался с знакомой девушкой, которая сказала, я плакала на третьей серии. И я плакал. И я понял, что вот ради вот этого это и сделано. Я два раза плакал. Потому что третий раз будешь? Нет. Почему? Финал там, блин, потрясающе, на мой взгляд. Все очень красиво и чинно. Очень красиво сделано, и мне кажется, вот ради вот этих вот настоящих чувств. Потому что когда тебе показывают орды зомби, это одно. Когда тебе показывают стрельбу, это другое. В смысле, это все тоже еще одно. Когда тебе показывают, ну, давайте скажем, любовь в таком сериале, это круто. Когда эту любовь умножают на любовь двух мужчин, это становится событием вокруг сериала. Потому что это начинают обсуждать, это начинают скидывать друг друга. Ты видел там вот это, смотри. Здесь понятно, что огромное количество мнений. Нет, я смотреть не буду. Я видел самое странное мнение в интернете, в российском, в русскоязычном, скажем так. Когда, я не знаю возраста, человек пишет, а можно мне с дочкой 8 или 9 лет смотреть третью серию? А, я видел этот пост в Фейсбуке, да. До этого то, что убивают людей на улицах и жрут их. Можно было смотреть, а здесь нельзя или что? Ну, до этого, я хочу сказать, что до этого все было достаточно, ну, сравнительно безобидно. Ну, правда, типа, Last of Us от зомби-хоррора отличается тем, что все-таки он не такая кровожадная вещь. Ну, то есть... Ну, подожди, пятая серия не кровожадная. Ну, там не откусывают ни от кого лицо. Там все откусывают. Ну, там чуть-чуть откусили, ну, вдалеке, понимаешь. Ну, что это, да. В сказочках твоих этих... Да сколько там голов полетело, а? Ну, да. В Шреке-то, да? Вот, но, честно говоря, и вот этот апогей, еще вот интересная вещь. Давайте вот с этим закончим и перейдем к следующей, да. Не, просто последний вопрос задам, как зритель с дивана. А нет ощущения искусственности, что вставили этот эпизод ради того, чтобы вставить? Это офигенные актеры. Актер, один из них, это тот мужчина, который пьет виски 10 часов на ютюбе, можете посмотреть. Второй... Второй я не знаю. Второй сыграл в первом сезоне «Белого лотоса». Сериал получил в этом году «Золотой глобус». И с «Белым лотосом» к этому артисту пришел успех. Поэтому там все очень-очень хорошо в этом смысле. Все с точки зрения качества и как это? У меня есть, на самом деле, одна большая претензия ко всей этой сцене на весь третий эпизод. Потому что показана довольно схематичная пара. Потому что там есть мужчина-защитник и кто-то истеричка. И вот это, мне кажется, это супер-стереотип. Потому что, ну камон, вокруг происходит апокалипсис. Ну да, но это же должно быть в какой-то степени хотя бы понятно. Чтобы это не было супер-чуждо. А, смотрите, у них то же самое происходит. Он хочет покосить газон, а этот говорит, что он плевать, он сыт в эти кусты. И в те кусты он сыт. И туда, блин. Короче, вот именно вот это доставляет, мне кажется, вот это чувство неправдивости происходящего. Все эти клубники, вот это вот здесь. Клубники, да. Потому что, ну типа, что за фигня? У тебя вокруг к тебе рвутся то зомби, то не зомби. Вы постоянной опасности. Вы должны друг друга защищать. А нам показаны какие-то вот эти сюси-пуси с шампанским. Ну типа, блин. Есть популярный тезис насчет того, что в третьей серии, чтобы уже закончить это, да. Что в третьей серии... Третья серия это как снег на голову. Рояль в кустах. Зачем здесь это? Даже ты мне об этом писал. Но в итоге сейчас вот мы разобрались, да. Что в целом... Не, она несомненно поддерживает общий уровень. Она работает. То есть, что народ оскатился, где-то остаются точки жизни, но они тоже все... Это там антоз нужен героям, они тоже взаимосвязаны. То есть, для общего сюжета она нужна. Да. Что она спорная? Да, она спорная. То, что она стригерила огромное количество народу? Да. Пошло ли это на пользу сериала? Да. Да. Все, как бы, что здесь обсуждать? И это не какая-то репутационная проблема для сериала. Она просто дополнительно пошла на это. Просто я когда стал замечать вот эти вот тезисы, что... Мне кажется, сейчас вот этот поток-поток гнева, он зато ушел от Беллы Рамзи. На наш подкаст сейчас. Да, соответственно, на наш подкаст. Да. И, соответственно, на эту сцену. Все забыли про Элли, потому что начальше помните, да? Да, да, да. А мне нравится, кстати, в итоге. Все, мне кажется, отлично. Я фанат Беллы Рамзи. Все, официально. Пригласим ее в подкаст как-нибудь. Обязательно. После Педры. После него. Сначала Педре пиши, а потом... Я тут вспомнил, в связи с этими восклицаниями, фильм, в котором идеальная есть иллюстрация, сексуальная сцена, вообще какой-либо сексуальности, ни с того, ни с сего. Это, извините, пожалуйста, Хищник 2. И что там было? То есть я смотрю, значит, с сыном Хищник 2. Ну, мало того, что это просто Фуфлокина, там ничего не происходит всю дорогу. Первого ты показал? Ну, естественно, то есть мы уже полномерно там, может быть, даже не по порядку смотрим, просто вспомнил, что он есть, Хищник 2. Не знаю, по сравнению с другими Хищниками, которые выходили попозже, мне Хищник 2 вполне. Да? Да. Ты помнишь, как Дэнни Гловер убивает Хищника? Точно помнишь? Хищник без маски видит его с фильтром, а Дэнни Гловер прикидывается раненым, стоя на коленях, потом неожиданно с восьми камер показывают, как он диском Хищника убивает, а Хищник просто вокруг него ходил все это время, так грозно. По сравнению с финалом, который был у Шварценеггера, это ни о чем. Нет. Так вот, и там есть сцена, просто неожиданно, ни с того ни с сего, тебе показывают неистовые, значит, саити людей в небоскребе, потом там врываются какие-то вот эти вот ямайские бандиты, убивают этого человека, девчонка сидит голая, ее как-то там отпускают, там, а, ее отпускает Хищник, он их всех убивает. То есть через это нам хотели показать, что он не трогает, значит, безоруженных и все такое, которое ему неинтересно. Но это предваряет, просто неожиданно, знаешь, ну мы такие сидим, смотрим, а там просто, а, 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 я такой, что за херня, типа, Лос-Анджелес показывает, такой клоузап на небоскреб, и там прям наездница по полпрограмме с волосатым лобком, сестяндр в разные стороны, блядь. Я такой думаю, нихуя себе, это пиздец какой-то. Вот это фильм, да. Ни с того, ни с сего, то есть я и сам, ну я не рассчитывал здесь увидеть, меня это не порадовало особо никак, меня и в детстве, я помню, не радовало это, ну то есть это не тот фильм, который я вспомню, если я захочу на VHS чем-нибудь себя развлечь, и мне при этом 11, например. Ну вот, вот вам, пожалуйста, вот серия Last of Us, понимаешь, третья. Ну да, это что-то, что тебя выбивает из коллеги, и ты после этого, что? Ко всем прочему, тебя подводят к этому, ты такой, ага, 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 тебе сейчас, вот сейчас будет, сейчас будет, и к этому моменту, когда один с другого снимает полотенце, ты уже мог понять, что, ну, пора, например, выключать. Я в этот момент решил такой, так, надо смотреть дальше, потому что хочется выяснить, как далеко это зайдет, как далеко это зайдет, да, что, а, то есть вот, и там шаг за шагом это двигается, а здесь вот Хищники, понимаешь, кино 90-х, вот мы иногда вспоминаем это все, или это что, или конец 80-х, по-моему, 90-е, 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 да, вот, вспоминаем, что вот то было раньше лучше, и сейчас так не делают, вот, и чтоб так такой хуйни, как Хищник 2, блядь, я не видел больше, блядь. Слушай, мне кажется, еще просто проблема... А такие серии, как третий, а в Last of Us? Мне кажется, проблема в том, что современные сериалы, видео и прочее с их, как бы, общей политкорректностью не могут шокировать тебя сильно, ну, то есть, что показывать, как люди едят людей, как, или вот сейчас современный фильм «Меню» про очень странного повара, который готовит очень странные блюда для очень странных людей, и вот как еще шокировать? Зомби не шокируют, толпы зомби тоже не шокируют. Не, давай скажем людям, которые переживают за третью серию, смотреть им или нет, сломаются ли от этого их психика, если вы так волнуетесь, не смотрите, вот, просто, ну, пропустите третью серию. Вы в сюжете не потеряете, но если вы так боитесь этого, ну, обезопасьте себя. Поиграйте в Last of Us просто еще раз, и все. Читайте записки, читайте записки. Странно, и домысливайте себе все это сами. Странно, что в игре реально люди не понимали намеки, когда Элли на заднем сидении раскрывает журнал мужской и говорит, о, а Биллу вот это понравилось бы. И типа все-таки, ну, это же, наверное, не про это. Ну, типа, а про что это было? Почему страницы слиплись, да? Да, да, почему страницы. А это здесь было в следующей серии причем. Но они в тачке едут же, да? Да, но это же в следующей серии. Ну, короче, дальше смотрим, но, честно говоря, я пока не очень понимаю, в чем дальше, что уникальное мы увидим. Слушай, я правильно понимаю, что весь первый сезон они уложат? Ой, сори, сори, всю первую игру они сейчас хронологически... Выглядит так. Возможно, все довольно стремительно. И сейчас вот на пятой серии это типа половина игры. То есть успеют, потому что я, честно говоря, думал, что они первые... ...всю игру растянут на несколько сезонов, я имею в виду первую часть. Или не получится? То есть хронологически видно, что умещается. Здесь... Это первая же игра часов на 20. Подожди. Я же правильно помню. Здесь никак не присутствует... Ну, 20 часов это много. Вот эта вот сцена... Как бы не сцена, а сюжетная линия с лечением и изучением Элли. Элли. Вот. И может быть вот это они куда-то вынесут, я не очень понимаю. Потому что умять остальную часть в оставшиеся там 4-5 серий, ну, возможно, получится. Мне кажется, они как-то растянут. Но... С учетом того, что ты так остановился на биографии Билла и Фрэнка, наверное... У меня есть ощущение, что растянут, что... Может быть, на это выделят тоже отдельную серию какую-то. То есть настолько предысторию показать. И вот, ну, на самом деле, предысторией люди увлекаются в этом сериале. Так потому что... Предысторией прям показывают. Как ты будешь это упаковывать? Потому что реальное время, это, по сути, два человека идут из точки А в точку Б, по пути избегая врагов. И двигая ящики. И в конце решая одну проблему. Все. Это из сериала выкинули, да, как раз. То есть, по сути, если бы показали это, он бы стал, ну, просто сериалом про зомби. Его вряд ли смотрело бы 7 миллионов человек. Когда они вокруг выстраивают отношения людей суперразных, мне кажется, это и привлекает тех, кто не видел игру, и которым наплевать на игры. Вот. И поэтому, наверное, будет еще какие-то предыстории и какие-то еще персонажи вводные. Ну, не такие, не просто одноклеточные, которые встречают по дороге. Ну, пока что я играю в Walking Dead Bingo, честно тебе признаюсь. Вот резюме у меня такое. Walking Dead Bingo. Сумасшедший тиран, чек. Переворота, революция, чек. Антиутопия, флер, чек. Мне кажется, в этом жанре сложно что-то придумать новое. Да, да, да. Поэтому только... Ниган, чек. Только вот эти вставки, а не как. А Ниган, чек? Нет, ну, я так пошутил. Я просто запомнил из твоего... Ты так не шутил. Помнишь, мы там обсуждали? Седьмой сезон-то охуенный, а пятый хуйня какая-то. Короче, ждем, что будет дальше. Да, смотрим дальше обязательно. Гейминг. Да. Страшная история. Я прошел Мафию 1. Наконец-то. Я Мафию 1 проходил давным-давно, когда она была актуальна. Сейчас прошел ремейк. Вы знаете историю про гонку? Ну, типа, помимо того, что это сложная. Да, да, да. А что вы? А что? Она моделировалась, она дизайнилась под руль. И это вот... В общем, возможно, слушатели и зрители это знают. Я не знал, поэтому коротко расскажу. В общем, в игре есть известная миссия с гонкой. Проклятая. Проклятая, тебе нужно выиграть гонку на совершенно странной машине. Все очень сложно. В интернете полно роликов, как это обойти. Вокруг гонки полно историй. Что она делалась под настоящий руль. Что там серьезнейшие какие-то специалисты привлекались для поведения машины. И идет она как ведро на дороге. Так вот. Я скачивал сейвы. Да, я тоже. Там это просто был кошмар. А вдруг мой записывал, сколько ровно раз надо нажать влево, влево, влево на повороте, вправо, вправо. Мне кажется, у всех есть история про эту гонку. Так вот. Я ее прохожу. Случайно, там, с какого-то раза. И прохожу следующим образом. Я иду вторым. И вдруг машина, которая идет передо мной, врезает, подпрыгивает на пригорке, переворачивается, загорается. И я с триумфом. Ни с того, ни с сего. Вау, короче. Да, едут, побеждаю, думаю, блин, как классно сделано. Сложно, но проходишь и супер. И потом вспоминаю, что, по-моему, я читал, когда смотрел, как пройти гонку, что так происходит. Так вот она, оказывается, заскриптована. То есть, когда ты в суперсложной гонке идешь вторым, это значит, что ты уже выиграл. Тебя прощают. Потому что первый по-любому врежется. Ага. А, вот так вот. Окей. Вот. И я был очень разочарован. То есть, вот эта вся история про невероятный игровой левиафан, который нужно победить. Первый будет ехать совершенно и быстрее всех в любом случае. Это сейчас у тебя, вот сейчас это случилось? Или тогда еще давно? Я не помню, как было тогда. Бездонная, бездонная гонка из первой мафии. Такое у меня ощущение, что она тогда же тоже была заскриптована. То есть, короче, смысл в том, что моменты на дороге, они специально сделаны. Потому что, как ты помнишь, до этого ты отвозишь машину в гараж, чтобы ее подкрутили. Люди взрываются на старте. Ты уже там, типа, кого-то обгоняешь. Но первый чувак стопудово проиграет. Если ты едешь вторым, и ты выиграешь гонку. Ну, там, чтобы вторым-то ехать, это тоже та еще, короче, задача. Да, но я имею... Слава богу, не про гонки, а в целом-то что? Подожди, я имею в виду, что вся эта история была обманом. Там все эти годы... Я просто первый раз слышу историю про того, что... Ты либо первым идешь, либо идешь нахуй. Там вот гонка, к сожалению, она построена была именно таким образом. Короче, короче... Ну, окей. Тебе нужно стать вторым, и ты и выиграешь. Ну, вот это потрясающе. Может, просто это поощрение, типа, ты можешь стать первым, но если ты не становишься в последний круг, то тебе говорят, ладно. Просто я помню, что когда ты двадцатый раз пробуешь, кем бы, где ты бы не находился, ты проигрываешь, либо ты первый, либо никто, вот, и полез я искать сейв. Это был 2002 год, получается, во время ее выхода. И слава тебе, господи, интернет уже тогда работал. Я зашел на форум, а на форуме там просто, на форуме игры там, на всех языках мира обсуждают гонку, и тут появляется какой-то чувак такой, я прошел, вот я закачал сейв, и там ему просто куча сообщений, ты святой, да благословит Господь твою семью. И я скачал сейв, установил, и такой, да. Не, я, кстати, проходил по-честному, и там тоже было довольно странно, потому что... Вот в ремейке сделали, наконец-то, варианты. Хардкор, нормальный, либо изи. Не, я, естественно, говорю про максимальную сложность. Я проходил на классике, то есть не делал скидок. Нужно было ту самую сложность. Годовщина Kingdom Come Deliverance. Да, поскольку мафию сделали богеми интерактив, если я не ошибаюсь, в этом был замешан Даниэль Вавро в качестве сценариста. Kingdom Come Deliverance он делал уже как основатель студии War Horse, но это уже была совершенно другого уровня работы, то есть это его студия, рулить надо, не просто сценарий писать и так далее. И там столкнулись, помимо, значит, самого себя и еще каких-то, наверное, талантов, он также из богемии подтянул ведущего геймдизайнера Operation Flashpoint. И вместе они создали вот этот вот завораживающий симулятор средневековой жизни сына кузнеца. Какой-то век, 15-16, по-моему, 16-16. Не-не-не, 15-й век в Богемии. Небольшой кусочек современной Чехии. Да, верно. И игра совершенно потрясающая. Мы стали за ней следить еще, когда только они на Kickstarter запустили компанию. Прям я помню, как я в подкасте здесь еще Добродеев участвовал, я рассказывал об этом все-таки, что мы никогда не слышали. И вот, потом мы ездили на презентацию в Новогиреевский ресторан с доспехами. Надо средневековую презентацию сделать, где доспехи есть. Ну, в Москве же больше нет, конечно, заведений. Новогиреевский ресторан. Зато рядом те было. Поиграли, там оценили фехтование. В общем, все это было очень интригующе и так далее. Потом она вышла, понятно, баги, сраги, короче, починили. Кто распробовал, тот распробовал. Но игра в любом случае, даже отполированная целиком полностью, она все равно оставалась бы вот этой странной смесью крутого очень детализированного сценария из суперпроработанного мира и иммерсивных механик и всего остального. И умножить на... Я не представляю, какой себе там коэффициент. Это Game Designer Operation Flashpoint. Хочешь, расскажу, как для меня закончилась игра? Я несколько раз ее начинал. Я сейчас тоже расскажу тебе об этом. Истории сегодня будут про это. На пять лет дарим. И на моменте... С днем рождения! С днем рождения! Вавра! На моменте, когда... Это тебе за гонку, блядь. Когда ты попадаешь в плен, по-моему, да, каким-то там половцем, и из леса потом выбираешься, я не смог выйти из леса. Потому что я собрал все, что выпадало из половцев, и я двигаться не мог. А мне было жалко оставлять, потому что денег мало, ну, ресурсы нужны. И я тащил на себе просто все! Это большая проблема таких RPG, они, потому что делают экономику абсолютно искусственной. Ты притаскиваешь доспех, за него дают тебе 15 монет, на которые ты не купишь кружку пива, блядь. Которые все можешь в жопу засунуть, потому что больше с ними нечего делать. Да, и это бесит. Вот в том-то и дело, что если бы ты даже дотащил, ты бы охренел, что... Ну, короче, я просто понимаю, что вот он лут. Мне его, значит, я его каким-то кучками переносил. Как-то там еще. Все, это просто кошмар. И вот я на этом остановился, потому что я с какой-то времени тащил... А там же еще день-ночь. Начинается ночью. Ночью страшно там, да. И все, короче, вот я на этом закончил играть. Хотя я стартовал, я, по-моему, три раза. То же самое. То же самое. Я вспоминал и каждый раз переустанавливал, как Dell Sex в Средневековье. Вот она могла бы стать, мне кажется, чем-то таким. Но вот из-за каких-то таких жестких правил, которые она сама при этом нарушает постоянно. Типа босс-файт с чуваком на чердаке, на который я поднялся по лестнице, кат-сцена, и после нее лестницу выключают. Да-да-да. Ее нет. Пуф. Ха-ха-ха. Сбежать не можешь. Да-да-да. Понял? А? Сценарий. Нарай! 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 Такой РПГ со свободным миром. Иди куда хочешь. Можешь стать кем хочешь. А я думаю, я сейчас сбегу вниз туда хотя бы, вокруг дерева побегаю от этого дебила. Ну как ты его перехитрю по-геймерски. Она вот во всем такая. А ты, тебе же сказали, можешь стать кем хочешь. Что ты такой? Нашкалера. Значит. Поживи в моносыре. Схалера. Значит, учишься. Это очень прикольно. Это очень обаятельно. Что ты не умеешь читать. Ты не умеешь читать. Да-да-да. Это, конечно, что грамоте тебе нужно обучаться. Сорняки, вот это сорняки вырвать, остальное оставить. И надо прям целиться в каждый укроп. А взлом замков до... Нет, вот это сейчас, подожди. Оставь это мне, оставь это мне, оставь это мне. Ладно. Это я тоже помню. Я золотая история. И вот этот бой с боссом, этим малышом, когда ты бегаешь из лука, стреляешь в упор, потому что у тебя нет никакой возможности его победить. Я пытался драться с ним оружием, которое качал, но потом убил одной стрелой фальшивой. Шальной, блядь. Вот так вот, случайно пущенный в глаз, блядь. Это ровно то же самое, что с гонкой. Ты надрачиваешься проходить, но тебе все равно проиграют. И ты чувствуешь обман просто вот в этом моменте. Поэтому, конечно, и лучшая, и худшая игра одновременно. Да! Значит, там есть квест, один из первых больших. Тебе нужно помочь выдать даму замуж. И тебя старшая леди просит о том, чтобы ты сходил в три места. Вино, конь, венец. Вино ты достаешь прямо там. Ты можешь или посоревноваться в стрельбе из лука, но это иди нахуй. Потому что, блядь, стрельба из лука это вот это вот... Особенно если на геймпаде. Не-не-не-не. Вот это вот геймпаде. Никогда. Никогда. Никогда, блядь. Я не буду стрелять здесь из лука. Я понял это сразу. Там можно как-то уговорить. Я его там уговорил. Он мне дал вино. Я отнес его куда надо. Дальше, думаю, надо сначала за конем, потом за венцом. Потому что венец хер знает где. И я на коне так проеду. Потому что так-то коня у меня сразу отнимут. И я пешком уже устал здесь ходить. А коня дают не сразу. Его можно угнать, но тогда тебе, блядь, тоже что-нибудь угонят. Я нашел этого коня. Конюшня. Рассказывают. Конь чокнутый. Абсолютно. Тронутый конь. Бешеный. Агрессивный. Но вот тот конюх, недоумок, знает какой-то секрет и научился с ним вращаться. Может быть, он тебе расскажет. Ты идешь к этому конюху. Говоришь, ну, красноречие, успех. Он тебе говорит, конь очень любит вот эту песенку колыбельную. Я ему пою, и он прекрасно меня принимает. И мы едем куда надо. И нормально, не бесится. Я залезаю на этого коня. Начинает герой петь песенку. Очень все это уютно выглядит. Я под эту песенку скачу в сторону венца. Мне дали координаты. В таком-то городе должен был привезти на повозке курьер. Этот венец. Я приезжаю, говорят, значит, у нас... А там венец и еще что-то, значит, там, допустим, кольцо по херу, к ювелирам. Кольцо я взял, а вот венец, говорит, купца ограбили по пути, не доехал до нас. Да, ты давай, говорит, его найди. Он недалеко. Значит, я сохраняюсь. Да, там же еще контекст. Небесплатные сейвы. Я сохраняюсь в корчме за бабки. Ты не можешь абы где сохранить? Через меню. Либо пей шнапс по 100, бля! По 100 он стоит! Вы чего? А как мы помним, полный комплект доспехов стоит. Пятнадцать. Поэтому я сохраняюсь в корчме за эти три. Нет, для тебя он стоит тысячу. А вот когда у тебя покупают... Просто в каждой сраной РПГ. Это да. Хуже говна, реально, бля. Это настолько, знаешь, настолько не красноречив, что ты еще доплатить должен за то, что тебя, бля, принимают. Вот так вот вываливаешь. И карманы выворачиваешь и уходишь молча. Просто вот твоя торговля, бля. Короче говоря, значит, я сохраняюсь в этой корчме и скачу. Скачу, дорожка, поле, все красиво. Вот это одуванчики, Иван-чай, ебанешься. Перевернутая повозка, след кровавый уходит в лес. Я иду в лес. Там сидят двое у костра. День. Я получаю пизды, думаю, идиот. Возвращаюсь обратно в корчму, ночую. Дожидаюсь ночи. За деньги. Естественно. Скачу снова туда. Сидят, один спит, один у костра что-то тоже как-то там закемарил. Короче, я душу одного, второй просыпается. Я думаю, ладно. И убивает. Ну, сразу начинается фехтовалого. А у меня герой еще, я вот, типа, взял первое крупное поручение попутешествовать. И это я играю, типа, третий или четвертый раз я ее начинаю. То есть я уже представляю, что меня ждет. Начинается фехтовалого, он меня как-то закалывает, как козу. Я думаю, ладно. Просыпаюсь опять в этой корчме. Опять слушаю коня, песенку, всю эту хуйню. Очень милую, блядь. Скачу к этому, значит, туда же. Душу одного. Несколько раз это происходит. Душу одного, душу второго. И рядом сундук. В сундуке, очевидно, добыча. Я понимаю, что нет ключа ни у одного из них. Я начинаю взламывать, у меня одна отмычка. Я начинаю взламывать, и от того, что... Ты вот этот вот... Да, да, да. От того, что я ошибаюсь, происходит этот звуковой эффект. Один из этих гондонов просыпается и начинает, значит, меня пытаться убить. Второй просыпается из-за его криков, они меня убивают. А, подожди, то есть ты... Я, сука, 37-й раз перезагружаюсь в корчме, слушаю этот ебаный хит, блядь, на коне. Я понимаю, что вот это вот... Белогривые лошадки вот эти у меня происходят. Я приезжаю туда, а я, ну, как-то хотел релеплей. Это такая игра, в которую хочется душевно играть, тебе хочется ей отдаться, раствориться. Она вот может тебя так впитать, но постоянно какими-то отталкивает вот такими вот приклонами. Абсолютно, да, да. Я, значит, читаю гайд, написано, должен быть ключ в кармане у одного из них, но его нет там. А до этого игра запатчилась, и я думаю, сука, вы пропатчили, чтобы стало еще сложнее, блядь, или что? Как-то неправдоподобно ключ у них там. Не-не-не, венец, это серьезно. Надо дать... Надо заебать, надо заебать. Вот, ключа... Ключа нет. Нет, я прихожу, опять делаю вот это все, душу, нахуй вот так вот их, блядь, топчу, чтобы они уже никогда не встали. Мне ужасно совестно от этого, думаю, из-за этой пизды, блядь, люди, значит, уже три человека погибло, как минимум. Вот, у меня снова ничего не получается взламывать, там же какие-то неприятности. Я, значит, отмычки можно взять только у мельника, то есть мельники, руля, и это стоит бабок каких-то типа 300 заодно. Причем с мельником нужно еще пройти мутнейшее обучение. Мельник постревала, блядь, и поэтому я иду от этого венца. Ну, то есть, как бы там есть вот эта карта, по которой фигурка идет, и меня между этими двумя деревьями несколько раз подряд ловят половцы, там же симуляции, они, блядь, патрулируют территорию. Я уже думаю, сука, блядь, меня с этого коня, знаешь, срывают, этот черный экран, я упал, блядь, встал, пытался бежать, обосрался, уронил, блядь, ведро там совсем. Пролил пиво вот это вот из первого квеста. Короче говоря, как-то, я покупаю, я как-то, ты еще не представляешь, а я типа сел играть, знаешь, думаю... Расслабиться. Воскресенье. Отдохнуть. Серьезно, это был идеальный день для основательного шпилинга, как бы. Воскресенье, два часа дня, ну, то есть, уже никуда, ничего, никому не надо, все уже сидят, каждый читает, смотрит, что-то, я думаю, отлично. Время, блядь, 23.45, блядь, завтра понедельник, я с этой хуйней, блядь, сижу, блядь, у меня руки дрожат уже, блядь. Это вот этот взлом вот этого, отмычкой вот этой круглой, когда все вибрирует, и она постоянно... Какого черта реально вот справедливо? Вот почему, короче? Я бы прошел эту игру с Венцом. Венец достал. То есть, он реально в сундуке лежал? Он лежал в сундуке, я его достал, я его чуть ли не надел, значит, сел на коня, отвез это куда надо, мне дали рубашку, засосались со мной, и я переспал с этой женщиной, получил ачивку бриллиантовую, блядь, за это, выключил это, нахуй удалил с Эксбокса, блядь, своего, и никогда ее больше туда не устанавливал. Это было недавно, кстати говоря. Вот очень странная игра, очень странная и потрясающая, одновременно отталкивающая, и там, и там в максимальной степени. Ужас. У нас есть, кстати говоря, выпуск подкаста, записанный по доброй воле Виктором и Алексеем Евглевским, где они разговаривают с Дэниелом Ваврой о Kingdom Come Deliverance, о фехтовании, о его увлечениях, разработке и так далее. Сошлемся в описании, в том числе. Видео и аудио. Вы там рассказали? Было дело. Там было интервью, и мы только-только знакомились, я так понимаю, вообще с этой историей. Да-да-да, но только начали играть. Панга, ну шоу, это вы, ваше камео. Не, ну это интересно, это интересная и игра, она очень необычная, ни одна другая студия такой не сделала бы. Там с таким, с такой любовью к материалу все это. Не, просто вот когда ты упираешься во что-то, и не можешь пройти. Ну это просто кошмар. Она просто местами тебя наказывает как-то вот... По-жульнически, здесь невидимая стена, здесь нельзя. За то, чего ты даже не знаешь. То есть тебе вроде как рассказали правила, а потом тебе вот так хрязь, короче, линейкой по рукам. Я передумал, теперь ворота только у тебя, они размером с дом, а у меня мяч огромный. У меня была похожая история, хотя мне квест очень понравился, это про то, как ты внедряешься в монастырь, и ты ведешь монастырскую жизнь. Ты прям неделю, неделю живешь по монастырским правилам, встаешь с петухами, значит, там, ходишь, там, тоже огородом занимаешься. Ну, вот жизнь такого монаха при монастыре, там, чуть ли не пиво варишь, ну, в общем, все, чем занимались монахи в этом. Но это дольше, чем Red Dead Redemption 2. Да-да-да, читаешь там все эти литургии, все дела. Но при этом ты должен вычислить там, я не помню, какого-то преступника. Вот, то есть, такой Умберто Эко немножко такой начинается, и Мирозы. И в какой-то момент у тебя там три подозреваемых. И я такой, ну, вот вроде какие-то собрал улики, да, но тут, может быть, да, я что-то сам недопетрил. Но в любом случае цена ошибки очень высока получилась. И я такой, вроде он. И на следующий день буквально меня вот так вот за ворота просто монастыря вышвыривает, пошел нахер. Все, квест запорот, а он, типа, был важен. И я такой, ну, как бы, ну, можно было сделать как-то иначе. Что, мне теперь снова неделю жить в монастыре, что ли? Ну, и все, я достаю меч, вот так вот ворота вышибаю в монастыре. Я такой, ну-ка, идите нахуй. Вот так вот монахов режут. Проблема в том, что на первых этапах ты не можешь так ни с кем сделать, когда тебе уже все бесит. Нет, а вот даже на поздних этапах, когда ты хочешь ролевуху, вот чуть-чуть ошибся, и все, и пошел нахер. Ну, в итоге я вышибаю ворота, просто убиваю всех подряд. Я такой, ну, что, убил нужного? Такой, типа, вроде убил. Я такой, ну, и заебись. Все, я так будто вытер вот так об платье, вот этот меч такой, и пошел дальше. Вот. Знаешь, тебе ответить на это, видишь, это так вот твой личный экспириенс, так тоже можно было. Нет, личный экспириенс. Не, ну, это понятно, да. Но это не то, как ты хотел сыграть, не то, как я хотел сыграть абсолютно. И не то, на что ты рассчитывал, что тебя вынудят так сделать. А вот это новаторская система сохранения игр, блядь, а вот это из-за нее, на самом деле. Хуй с ним совсем стальным, но, правда, я не могу быстро перезагрузиться. Кстати, там еще есть для нее аддоны. И один из них про женщину в Средневековье. А, да-да-да, там вообще кошмар. И там, короче, смысл в том, что я купил игру, в которой уже были эти штуки, а туда нету отдельного входа из меню. Там что-то по игре нужно сделать. А, это самые мудовые DLC. И ты начинаешь, типа, DLC. Я не знал, что я первый раз играл. И там смысл в том, что ты куда-то скачешь, по-моему, с Мельником как раз знакомиться или что-то такое. И потом играешь за его дочку неожиданно. И, по-моему, я плохо помню, как это работало, но, в общем, ты даешь ему какое-то согласие, по-моему, помочь ей, что ли. И начинается DLC за дочку. Или за какую-то внучку, или подругу. Дочка-дочка. Дочка очень Тереза, по-моему, ее зовут. И, короче... У вас очень интересная отношения. И, короче, я играю... Ну, в хорошем смысле. Я играю первый раз. Я сбегаю из этой вот первой крепости, где в конце бой, который хрен ты можешь выиграть. Я оттуда убегаю, скачу куда-то, по дороге знакомлюсь с каким-то еще незнакомым мне человеком, который меня что-то спрашивает. И мне потом 30 минут нужно полоть сорняки. Потому что началось DLC за дочку. Но я-то не знаю, что это DLC. Я думаю, что за говно? Что за игру я купил? Я сижу вот эту вот, Готику. И ты причем там тоже достал сорняки, там, типа, вы перегружены. Ну, вам надо поспать, вам надо покакать. Вот, типа, вы умерли. И, блин... Своеобразная игра. Вот, как и многие из тех, которые мы иногда обсуждаем, ролевых игр больших и сложных. А главное ведь, что она не закончена же, да? Не закончена. Это вот, я просто ее проходил, да? Я ее прошел, у меня галочка есть. И вот вся вот эта вот интрига, которую ты видишь в начале... Я не знаю, спойлер, не спойлер, ребят, всем насрать. Меч отца ты не так и не доносишь. Я назвал ни меча, ни усача, короче, концовка. Вот этот усач, который убивает его отца, забирает меч, ты больше его не увидишь, чувак. Серьезно? Серьезно, блин. А зачем? Я не знаю, блин. Там интрига первой части, интрига первой части. Я-то думал, там, участь, гусицкие войны, там, сейчас все начнется. Там, в итоге, все заканчивается банальной разборкой мелких феодалов из Межима. На районе, на самом деле. Ой, ты оттяпал у меня кусочек деревни. И в итоге вы там 30 на 30 просто машетесь. Кто-то у кого-то деревеньку отжал. Я тебе клянусь. И они потом собираются такие все. Надо в Прагу ехать. Спасать короля, там, вот этого Сигизмунда, да. И заодно, может быть, за папашу отомстим и меч отберем. И они уезжают в закат. У меня, кстати, вся вот эта вот пан и гамуши, и все вот эти чуваки, которые в замке сядут, меня раздражала эта линия вообще целиком полностью. Мне нравилось приключения там искать, путешествовать прикольно. Выполнять всякие сайды, активности в городе и за городом. Но вот это вот, когда ты приходишь в юнатка вот это на работу, и тебя начинают грузить, блядь, в их еще характерном темпе. Насчет того, что там в Прагу короля спасать. Я такой, не, не, вот можно промотать это, пожалуйста. Там столько инфы. Что это тебе не нужно. Это не нужно. Потому что в итоге, в итоге, оказывается, интрига... Что тебе нужно в этой игре? Песню знать для лошади. Да-да-да, что интрига, она там максимально, вот реально разборка на деревне. Друзья, будете играть, купите новый геймпад сразу, вот. А в игре купите отмычки. При первой же возможности разбогатейте. Это важно. Вот в РПГ я стал играть по-другому. И не будьте лохом. При первой возможности надо богатеть в этой игре. Сразу, в любой. В любой. Чтобы можно было... Здесь все деньги уйдут не на сапоги, понимаешь? И не на воротник. Они уйдут на отмычки. На воротник там кое-что другое уйдет. От сценариста мафии. Да, и геймдизайнер Operation Flashpoint. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова